здравствуйте уважаемые коллеги рада вас приветствовать спасибо что присоединились к нам сегодня на круглом столе посвященном коммуникации в неврологии против обыкновения сегодня у нас необычное ведение совместное ведущих будет двое это я анна хасина эксперт по дружелюбному сервису и коммуникации в медицине и мне будет помогать екатерина витальна бриль руководитель экстрапирамидного центра фмбц бурно азиана ведущий невролог ильинской больницы здравствуйте уважаемые друзья мы сегодня действительно поговорим о коммуникации с неврологическими пациентами спектр неврологических заболеваний достаточно широк и мы сегодня обсудим и курабельные и не курабельные болезни хронические неизлечимые и поговорим о сложностях коммуникации с данными пациентами получается что повседневной работе врача невролога довольно часто присутствует необходимость обсуждать с пациентами и сложные заболевания и плохие прогнозы и расстраивать пациентов ну вообще я бы сказала что в неврологии врач достаточно часто с этим сталкивается потому что помимо вообще сложности коммуникации которые есть вообще с пациентами неврологические больные еще имеют различные такие нарушения как например дизартрия как нарушение речи по типу афазии или например деменция да то есть и здесь есть тоже ряд сложностей которые могут возникать с коммуникации с этими пациентами что ж постараемся обсудить все эти аспекты нам в этом помогут сегодняшние эксперты лев вадимович брылев руководитель неврологического отделения гкб имени буянова и медицинский директор благотворительного фонда по работе с пациентами с баз с боковыми трофическим склерозом как называется фонд живи сейчас он помощи больным боками трофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями спасибо константин александрович попугаев нейро реаниматолог заместитель директора и руководитель регионального сосудистого центра не скорой помощи склифосовского рада вас приветствовать добрый день спасибо спасибо за приглашение и кирилл владимирович скоробогатых невролог занимающийся головной болью руководитель университетской клиники головной боли рада вас приветствовать взаимно кирилл владимирович наверно вот вам адресую первый вопрос но головная боли такое заболевание которое посещала не побоюсь этого слова просто каждого человека на земле каждый сталкивался с головной болью в какой момент пациенты приходят к вам с какими соображениями надеждами чаяними опасениями возможно это очень хороший вопрос на который очень важно ответить куда потому что чаще всего пациенты приходят когда теряет контроль контрольной ситуации вообще действительно головной боли это очень часто состояние на одной самых частых вообще в медицине со часто симптом и чаще всего пациенты относятся к этому как к само собой разумеющимися то есть это было мамой у соседки поэтому это обычная история которая ну вот этим надо жить но когда они теряют контроль они обращаются к специалисту и здесь мы сразу же вот мгновенно практически сталкиваемся с проблемой в коммуникации потому что диагноз головной боли в частности мигрени да очень часто неврологическому заболеванию можно поставить только говоря с пациентом то есть у нас нет никакого мрт исследования особенного или анализа крови которое бы нам помогло мы должны только обсуждать с пациентом его симптомы и скорее всего именно этот факт приводит к тому что очень много некорректных случаев диагноза головных болей в частности мигрень и очень наверняка мои коллеги поддерживают диагноз вегетасосудистой истонии он к сожалению бич просто вот и нашей страны и постсоветского пространства и как раз вот этот ложный диагноз они возникают вследствие того что не ставятся корректны они ставятся они потому что сложности с коммуникациями сложности поговорить с пациентом поставить правильный диагноз а какого рода сложности с коммуникацией Но ведь это пациенты, находящиеся в сознании, осознающие, что с ними происходит, им больно. Если вы говорите, что они теряют контроль, то, вероятно, это означает, что те обезболивающие препараты, которые они имеют возможность принимать, уже не помогают. В чем сложность коммуникации тогда? Проблема заключается в том, что для того, чтобы поставить диагноз головной боли, например, мигрени, буквально в двух словах критерии диагноза, это очень простые критерии, у пациента должны быть головные боли определенной длительности, допустим, до 48 часов, до 72, и при этом головная боль должна быть односторонней, пульсирующей, средней или высокой интенсивности, она должна ограничивать обычную нагрузку пациента, наклоны усиливаться при этом во время приступа, должна быть тошнота и дискомфорт от света или звука. Пациент же не приходит, зная все эти критерии, не рассказывает вам, что доктор, когда я наклоняюсь, болит, и у меня тошнит во время приступа, не всегда бывает очень смазанная картина, и поэтому врач должен уметь задать правильные вопросы пациенту для того, чтобы получить те ответы, которые нужны. При этом, как мы понимаем, у всех мало времени на приеме, это проблема не только нашей страны, в Англии, по-моему, 8 минут, да, обычно ОГП-ста. Но это стандартная жалоба, 12 или 15 минут на прием, любой врач жалуется, что это очень мало. Да, и при этом мы должны пациента послушать и еще успеть время для того, чтобы объяснить ему что-то, это уже следующий этап коммуникации, о котором, я думаю, тоже будет много говориться. Поэтому здесь, конечно, недостаток коммуникации приводит к тому, что диагноз ставится неправильным. Допустим, врач не смог понять, есть ли дискомфорт от света или звука, это сразу привело к неправильному диагнозу, скажем, не мигрени, главное боль напряжения, и, в общем-то, лечение тоже будет неправильным. А как часто пациенты просят сделать МРТ? Или они уже приходят с результатами МРТ? Как вы им объясняете, что вам МРТ не показано, нет необходимости? Да, это тоже очень большая проблема, потому что, по сути дела, пациенты очень часто, из боли в спине, кстати, из головной болью, приходят уже с какими-то обследованиями, которые чаще всего не нужны. Чаще всего это МРТ. И здесь проблема заключается в том, что МРТ у нас доступна, оно не очень дорого, в целом есть большое количество центров, где это можно сделать без направления врача. После того, как пациент получает заключение с каким-то непонятным птичьим языком написано, что у него там признаки внутричерепной гипертензии, расширение каких-то пространств... Это очень страшно звучит. Конечно, это звучит ужасно. К тому же, если пациент дальше попадет, скажем, к тому врачу, который только усугубит его подозрение относительно повышения внутричерепного давления, которое, конечно, на обычном рутинном МРТ практически невозможно. Сложно увидеть, там есть нюансы, но чаще всего это ложные симптомы. То пациент пойдет, опять же, по неправильному пути. Сколько у нас есть процентов, большое количество процентов диагнозов неправильных повышения внутричерепного давления. Опять же, та же вегетисосудистая дистония или дисракульторная энцефалопатия, которая... Любимая в семя. С болью в спине еще проблемы, на самом деле, больше. Почему? Потому что человек сделал МРТ. Ему написали, опять же, ужасные слова, анкилозирующие спондилоартроз, остеохондроз, грыжи, дисков, которые, на самом деле, возникают и встречаются у абсолютно здоровых людей. То есть это вариант старения позвоночника, остеохондроза, не диагноз. После того, как пациент с острой болью в спине видит эти изменения, его логика действия какая? Я практически инвалид, у меня там ужасные грыжи, мне нужно лежать. Это то, что нельзя делать при острой боли в спине. Нужны движения. При острой боли в спине, доброкачественной боли в спине, которая чаще встречается после травмы небольшой. Если человек лежит, он себе может заработать хроническую боль в спине. То есть это основной фактор риска гиподинамии, ведущей к хронизации. Получается, что мы здесь видим, что лишнее обследование может привести практически к ухудшению прогноза для пациентов. Это тоже большая проблема. И здесь тоже играет роль коммуникация, потому что мы должны пациенту объяснить все это, что это доброкачественные изменения, что вам нужно сохранить активность, что вы выздоровеете в ближайшее время, все будет хорошо. Это очень важно. Обучение пациента экстратегром. При острой боли в спине является номером один в рекомендациях практически любой страны мира. Как интересно. Давайте продолжим рассуждение про действительно страшные вещи, которые может услышать пациент. Лев Вадимович, вам приходится сообщать пациентам диагноз БАС. Это диагноз, который коренным образом, кардинальным образом поменяет жизнь пациента. И, может быть, знаете, у меня такой отчасти наивный вопрос. А стоит ли вообще говорить такие страшные вещи и расстраивать пациента? Может быть, оставить его в счастливом неведении, ну, по крайней мере, на некоторое время? Да, вы знаете, я тоже задавался этим вопросом. Задавался, когда был в радионатуре, и спрашивал у своих коллег старших, и читал книжки. И в нашей отечественной литературе прямо черным по белому написано, что пациенту с диагнозом БАС диагноза сообщать не нужно, поскольку лечения у нас нет. А дальнейшее обсуждение диагноза, прогноза и так далее может ухудшить психологическое состояние. И, соответственно, привести к нежелательным последствиям. То есть прямо была дана рекомендация не говорить пациентам о диагнозе. Но дальше, собственно, я много думал об этом, разговаривал с разными людьми. И в первую очередь в понимании этого вопроса мне помогли и мои пациенты, которые, многие из которых, из тех, кому я решился сообщить диагноз, на самом деле вначале это дается с большим трудом, к моему удивлению, были благодарны мне за то, что я им сказал правду. И впоследствии, я уже анализирую всю сложившуюся эту историю, понял, что вообще на самом деле существует такая большая этическая проблема. И в работе врача-невролога, в том числе, существует достаточно большое количество таких этических проблем. Одна из них – это сообщение тяжелого диагноза. И, собственно, каждый врач для себя должен, во-первых, эту проблему распознать. Это очень важно. То есть, не знаю, в работе врача-реаниматолога, например, как мне кажется, и как пишут учебники по этике, важно распознать проблему, допустим, реанимировать или не реанимировать, если, допустим, есть такой выбор стоит перед человеком, перед пациентом, перед его семьей и так далее. Врача-невролога может стоять вопрос, говорить или не говорить тяжелый диагноз. Это этическая проблема, которую нужно сначала для себя решить, прежде чем вступать в диалог с пациентом. И, собственно, этика медицинская решает этот вопрос. В пользу использования, так скажем, извините за тавтологию, принципа автономии пациента, то есть мы должны дать возможность пациенту самому принять это решение. То есть мы с ним говорим, что мы столкнулись с серьезным заболеванием, и готов ли он услышать, как это болевание называется, к чему оно может привести, готов ли он поговорить об этом самостоятельно или в присутствии семьи, или нам стоит общаться только с его близкими родственниками, которые будут принимать все решения за него. Я удивился, когда начал задавать такой вопрос, что подавляющее большинство людей, и на моей памяти, может быть, несколько всего из пациентов, которые сказали, что я не хочу обсуждать ни диагноз, ни прогноз, ни течение болезни, пожалуйста, поговорите с моими родственниками, я не хочу говорить об этом и думать о плохом. А большинство людей говорят, что да, мы хотим знать и хотим понимать. И когда дальше, соответственно, решив эту дилемму этическую, то есть совместно с пациентом, вы понимаете, что нужно идти дальше, что нужно сообщать диагноз. И здесь, если говорить о коммуникации, есть определенные техники, вот эти вот breaking bad, то, что называется, это сообщение плохих новостей. Я не специалист по коммуникативным навыкам, но тем не менее из таких самых базовых вещей это предоставление необходимого времени до этого, ответы на все возникающие вопросы. То есть человек должен быть, кроме того, что он должен обладать временем, он должен обладать определенной компетенцией, он должен создать определенные условия, комфортные для врача и для пациентов, в которых можно сообщить диагнозы, поговорить о дальнейших, ближайших планах на ведение, на взаимоотношения с пациентами, с этим врачом, с остальными докторами. Ну, в общем, задать ему определенную траекторию, не оставить его один на один с этой проблемой в результате. Владимир Владимирович, а как может звучать вопрос, вот какими словами вы спрашиваете пациента, хочет ли он и насколько подробно он хочет обсуждать диагноз? Ну, на самом деле здесь, если обращаться вот именно к технологии общения, то здесь, как мне кажется, всегда очень важно действительно, как мы уже говорили, выслушать человек, с чем он к тебе пришел. После этого спросить, а что сам пациент знает о своем состоянии, потому что, когда вы задаете такой вопрос, то очень часто, просто очень часто люди выясняются, что он начинается с того, что доктор, я абсолютно не понимаю, что со мной происходит, объясните мне, когда вы говорите, ну, а что вы знаете, что вы читали, что вам говорили другие доктора? И начинается все с того, что мне никто ничего не говорил, я ничего не знаю, а заканчивается все тем, что человек довольно много уже прочитал и хорошо себе представляет, более-менее, что с ним происходит. Он просто боится себе признаться в том, что все это происходит именно с ним. Это страшное осознание, это просто страх. И когда он это начинает рассказывать, то уже создается некая такая атмосфера ну, некого понимания ситуации, может быть, какого-то доверия друг другу после того, как вы человека выслушали. И после этого я обычно задаю, ну, достаточно прямой вопрос, что вы видите, что вы столкнулись с серьезной проблемой, вы это сами на самом деле понимаете и видите, что, в общем, заболевание развивается и появляются все новые и новые проблемы. Ну, то есть я даю понять, что ситуация серьезная. Говорю, что если вы готовы, мы можем сейчас обсудить и диагноз, и с чем связаны заболевания, и то, как оно будет протекать. Мы можем это сделать сейчас, мы можем остановиться в любой момент и продолжить с этого момента в следующий раз. Если вы готовы, то мы можем продолжить, если нет, то мы можем пообщаться, если вы хотите, с вашими родственниками. Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, вот вы правильно сказали, что на самом деле это огромная, ну, скажем так, этическая проблема для самого врача уметь сообщить, да? Но мне кажется, в вашем случае, например, у вас есть фонд, да, который вы организовали и который, по сути, занимается поддержкой пациентов. Правильно я понимаю? И в этом плане получается, что, ну, наверное, нету такого совсем чувства беспомощности, потому что пациенты включаются в какую-то работу или нет, или это никак не влияет, потому что иногда чувствуешь некую безысходность от того, что ты сообщаешь диагноз, и ты не знаешь дальше, как дальше помочь, поддержать этого пациента. Ну, во-первых, здесь я хочу сказать, что существует очень серьезная связь между тем, что вы говорите и что вы потом делаете, потому что, получается, когда действительно люди не сообщают диагноз, а говорят, что у вас какой-то там баз подобный синдром, и мы еще пообследуем, и мы еще там полечим, у вас там синдром паркинсонизма, и еще непонятно, как и что, и куда это все разовьется, и сплошной туман, и никакой определенности, да, и тогда нету необходимости такой вот совершенно явной и прозрачной что-то делать с этим, ну, с точки зрения профессионала. Ну, то есть у вас нету необходимости потом отвечать человеку на вопрос, а что же мне делать? И получается этот страх как бы от пациента передается самому врачу, и в результате парализует всех. А как только эта проблема как бы обнажается, и кладется, ну, как бы все карты открыты кладутся на стол, то и у специалиста появляется желание и какая-то мотивация что-то делать. И как только люди начинают говорить диагнозы, они понимают, что вот теперь нужно с этим человеком обсуждать, что мы можем сделать, а что мы можем сделать. Допустим, сейчас мы ничего не можем сделать. И, в общем, фонд, я думаю, что во многом тоже развивался именно от того, ну, от открытого общения между врачами и пациентами. Вот такое взаимодействие, потому что как только пациенту с любым тяжелым диагнозом сообщается, что сейчас ничего еще не придумали, то, например, у нас это не так активно, но на Западе эти пациенты сами включаются в решение своих проблем. Они сами начинают там создавать фонды, ассоциации, они как бы собирают деньги на исследования, они могут помочь, они сами активны участники процесса. Но это все начинается ровно в тот момент, когда вы сели и честно рассказали друг другу о том, что происходит. Поэтому я думаю, что с этого важно начать. Ну и кроме того, сама ясность, она ценна многим людям. И если почитать, допустим, там, ну, есть там, и люди высказываются не только на приемах, но там в соцсетях пишут книги о своем опыте жизни с темильными заболеваниями. И люди с диагнозом, допустим, БАС, они тоже пишут книги. И вот там недавно вышла книга в Белоруссии, где описан опыт многих людей. Там многие пациенты, у которых там брали интервью в этой книге, они сказали, что они просто благодарили врачей, которые наконец-то как бы отказались от вот этой всей вуали, от этой всей дымки и сказали прямо, что да, у тебя такой тяжелый диагноз, да, с ним сложно жить, мы помочь мало чем можем. Но вот так оно и есть. Люди имеют возможность с этого момента не только включиться в какой-то процесс изобретения новых лекарств, даже если они этого не могут сделать, они могут просто спланировать свою жизнь, они могут перестать, наконец, бояться этой неопределенности. Потому что неопределенность, она чаще, часто для многих людей хуже даже такой определенности. Я, кстати, скачала эту книгу. Вообще в последнее время появляется все больше книг пациентов, которые переживают те или иные заболевания. И я хочу сказать, что для меня, например, было открытие. Я вообще считаю, что каждый врач, специалист, который занимается там, неважно какой проблемой, он должен читать эти книги, потому что ты как-то совершенно с другой стороны начинаешь видеть пациента и чувствовать его эмоции, и у тебя совершенно меняется к этому отношение. Потому что, например, при болезни Альцгеймера я столкнулась с тем, что на самом деле иногда сложно пациенту, и родственнику может быть не так сложно это сообщить, а пациенту самому бывает достаточно сложно сообщить этот диагноз. И я сталкивалась с ситуациями, когда, например, у пациента возникали суицидальные мысли и так далее. Поэтому, когда, например, он оставит иногда диагноз в поликлиниках хронической ишемии головного мозга, почему-то и пациентами, и неврологами это воспринимается легче, чем, например, диагноз болезни Альцгеймера. Хотя если посмотреть данные международных каких-то больших исследований, протоколов, причем с годами эта ситуация меняется. То есть если раньше считалось, что, наверное, не надо, надо сообщать этот диагноз только родственникам, то сейчас ситуация несколько изменилась, и стараются на ранних этапах болезни все-таки сообщать этот диагноз и пациенту, ну и, соответственно, родственнику, и показано, что, в общем, это у 70% пациентов это вызывает чувство, наверное, благодарности, наверное, не скажешь. Но надо сказать, что еще иногда требуется несколько визитов к врачу, чтобы у пациента, наверное, как-то вот эта мысль о болезни этой закрепилась. И такая поддержка психологическая в том числе, которую, собственно, врачи и осуществляют. Не всегда у нас есть психолог, психотерапевт, который нам может помочь. То есть часто мы берем на себя вот эту функцию поговорить с пациентом, поговорить не один раз, поговорить несколько приемов и как-то поддержать. И далее, несмотря на то, что там заболевание прогрессирует, приходится, особенно вот если говорить о нейродегенеративных заболеваниях, например, есть формы атипичного паркинсонизма, да, это мультсистемная атрофия, это прогрессирующий надъядерный паралич. Это заболевания, которые достаточно трудно поддаются терапией. И часто очень мы, я чувствую, например, некую беспомощность и чувствую функцию просто психотерапевта, когда ко мне семья приходит, и я просто веду такие психотерапевтические беседы. В этом, конечно, есть некие сложности. Но есть хронические заболевания, которые мы все-таки можем лечить. И в этом плане, например, та же болезнь Паркинсона, которой я занимаюсь, да, то есть она долгие годы, и она достаточно благодарная в плане терапии, потому что мы имеем прекрасные препараты, которые мы назначаем, и пациент совершенно улучшается двигательной активностью, и пациент благодарен врачу. Но здесь тоже наступает момент, когда, по сути, мы уже не можем помочь пациенту. И надо сказать, что вот палеотивная помощь этим пациентам у нас в стране как-то совсем не развита, и мы сталкиваемся постоянно с трудностями помощи этим больным. Но я вот тоже читала ряд исследований по этим вопросам. И по палеотивной помощи, например, тоже необходимо обсуждать перспективы ухода из жизни. Но, опять же, для меня, например, пока это бывает психологически сложно, вести эти беседы с пациентами, с членами их семьи. Очень важная психологическая вещь, о которой не задумывается персонал, это то, что для медиков и для семьи пациентов в введении пациента абсолютно разные приоритеты, и абсолютно своя иерархия ценностей. Абсолютный пример, значит, и там, предположим, пациент с черепно-мозговой травмой, с какими-то датчиками, с мониторами сложными, да, и там вся бригада, значит, там, муки борются за жизнь, за показатели, еще что-то, и пациент там в силу каких-то причин остается либо ненакрытым, либо где-то что-то у него какие-то там, ну, я не знаю, условно говоря, рвотные массы, ну, и не успели там закрыть. Или очень часто там ехолодные руки, ноги. Приходят родственники и говорят, ну, конечно, что тут делать, они даже укрыть пациента не могут. Разные вещи, разные приоритеты, и здесь возникает конфликт. И когда непонимающий врач слышит, там, после бессонной, сложной ночи, понимает, как много он для него, для этого пациента вложил, приходит родственник и говорит, ну, конечно, вы там даже не можете его накрыть. И он, да как так, вот я такой, и вот тут вот возникает конфликт. Но очевидное решение не пускать родственников. Нет, 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 это неправильно. Если мы не будем пускать родственников, то нарушится первая базисная вещь, это то, что не будет доверительных отношений. Решение очень простое. Нужно знать, что для родственников важны и приоритетные абсолютно многие другие вещи, и ставить себя на место пациентов. Ну, действительно, холодно. И все. Нужно просто ставить. Я очень часто там, ведь я не помню, был какой-то фильм, не вспомню название, но суть его, то, что был доктор, успешный доктор, хирург, и там американский фильм, несколько высокомерный, высокомерно относился к проблемам пациентов. И в один день он у него находит опухоль. И все меняется. Но просто не нужно, чтобы находилась у тебя опухоль. Можно представить это. И еще что-то. Вы напоминаете книгу Генри Марши, нейрохирурга, который сам побывал в воле пациента. Возможно. Я знаю эту книгу, но это было, да, да. Эта книга очень известна. И на собственной шкуре познал, каково быть пациентом, сомневаться, колебаться, не понимать, что происходит, и получать разные врачебные мнения. Вот вы говорили, упоминая головную боль, что зачастую пациенты приходят с некоторым опытом взаимодействия с врачами относительно своих симптомов и с разнообразными комментариями врачей. Можем ли мы предположить ситуацию, что вы обследуете пациента, беседуете с ним, собираете анамнез, выясняете, что да, это мигрень, говорите это пациенту. Пациент говорит, ну что вы, доктор, ну вот мне говорили в другом месте совершенно другое и там нечто другое. Или вот есть там прекрасный препарат АБЦ, да, дабы не произносить нехорошее слово какое, не относящийся к области доказательной медицины. Пожалуйста, назначите мне его, вот мне кажется, вот он мне точно должен помочь. Бывают ли такие ситуации? Как правильно действовать, как комментировать? Это вот одна из, наверное, основных проблем, которые занимают массу времени на приеме. Потому что одно дело поставить правильный диагноз, там, задав правильные вопросы, и, собственно, этому мы и учим, и ординаторов, и врачей. Вторая часть, это далеко не все, как бы, да, то есть вторая часть, это общение разрушить у пациента те мифы, которые, к сожалению, он получает либо от общения с врачами, что печально, либо находит их в интернете. Когда доктор гугл, к сожалению, это вот большая проблема, потому что там можно на гугле все, что угодно, да, касательно своего диагноза, и чаще всего неправильное. Опять же, когда пациенты приходят с жалобами на головную боль, они обычно уже достаточно хорошо обследованы и избыточны, как мы уже обсудили, обследованы. Это совершенно не нужно. У них находят массу изменений, например, там, извитость сонных или позвоночных артерий при УЗИ сосудов. Извитость. Извитость, да. Это абсолютно варианты нормы, это есть у абсолютно здоровых людей. Но, если честно, я никогда не встречал заключение УЗИ, где было бы написано все в норме. Вот, не знаю, коллеги, вы встречали или нет заключение УЗИ? Крайне редко, правильно? Всегда, как бы, обычно, ну, чаще всего пишут, как бы, что асимметрия, то, как у позвоночных артерий, там, 5% с одной стороны с признаками экстравазальной компрессии. Опять же, пациенты, когда это читают, они думают, что это только у них. У всех остальных прямые артерии, а вот у меня S-образная извитость, как бы. У них, понятно, как бы возникает некий миф о том, что у них там кровь плохо поступает к голове или плохо оттекает от головы, и, собственно, от этого у них головные боли. К этому добавляется большой спектр, в кавычках, сосудистых иноотропных препаратов, которые есть в аптеках и которые просто льются рекой, которые, конечно, не имеют никакой доказательной базы, особенно в каких-то болевых синдромах. И, собственно говоря, пациенты приходят с этими идеями, что у них там либо проблемы с сосудами шеи или головы, либо у них кровь либо не поступает, либо плохо оттекает. Вот два варианта. Вторая проблема – это шея. То есть, понятно, остеохондроз, шея болит, тоже все про это знают, наверняка отложили соли, болит, голова от этого. Эти мифы нам приходится разрушать, потому что, если мы этого не сделаем, и поставим диагноз, скажем, мигрень, назначим ту терапию, которая действительно эффективна, и эти препараты, к сожалению, относятся к таким классам, как противоэпилептические или антидепрессанты, часть из них, да, и пациент, увидев эти назначения… Пугается. Он пугается, он подумал, что доктор, как бы подумал, что он, как бы, да, как бы, ну, как бы, что-то у него не так с психикой, наверное, не поверил мне, что у меня действительно болит, как бы, поэтому выписывал на антидепрессантах. Хотя, на самом деле, это было сделано для того, чтобы уменьшить число дней с головной болью у пациента, да, эти препараты эффективны. И здесь, конечно, нужно объяснить, почему это не сосуды, не в них проблема, почему это не проблема в шее, как на сегодняшний день, например, смотрят на то, как возникает мигрень, да, это заболевание головного мозга, и абсолютно такая же ситуация с болью в спине. То есть, да, вот, ну, как бы, две такие самые частые проблемы, с которыми неврологам приходится иметь дело. Вот, боль в спине тоже пациенты, когда у них особенно хроническая боль в спине, которая повторяется, которая, вот, не проходит в течение трех месяцев и более, пациенты склонны искать какую-то проблему у себя, которую можно решить очень просто операцией, например, да, но, к сожалению, реальность такова, что вот эта вот не специфическая боль в спине, она называет, она не имеет такого радикального решения. Здесь большой упор в основном на движение пациента, да, то есть он должен двигаться, возможно, на какие-то элементы когнитивно-поведенческой терапии, психотерапии, то есть работы с психотерапевтами, и нет какой-то волшебной таблетки. Практически вы говорите, что pain management, вернее, существенная часть управления болью – это коммуникация, и зачастую не только вы вовлечены, да, вот, доктор-невролог, вовлечены в эту коммуникацию, но также могут быть специалисты смежных специальностей, психологи или психотерапевты. Как это устроено у вас? Меня совершенно потрясло, что вы упомянули, что наличие родственников, да, людей, которые ждут и зовут пациента, это один из факторов, одна из предпосылок успешного выздоровления, это тоже немножко не из области доказательной медицины, то есть это, ну, верование. Понимаете, Анна, доказательная медицина – это такая очень специфическая вещь, это определенные правила игры, они нужны. В последнее время все чаще и чаще критикуются принципы доказательной медицины, абсолютно не безосновательной. Может, мы сейчас договоримся? Нет, нормально. Есть такой профессор Жан-Луи Винсент в Бельгии, он один из ведущих интенсивистов в мире, он на одном из своих выступлений в Брюсселе, он сказал, что если бы пенициллин появился в эпоху доказательной медицины, то он бы не прошел бы вообще в клиническую медицину. Почему? Потому что пенициллин действует только на грамм-плюс бактерии. Как минимум половина, там, ну, в зависимости от ситуации, грамм-плюс бактерии, грамм-минус бактерии. То есть как минимум в половине наблюдения он просто бы не работал и не оказывал никакого эффекта. Еще у процентов 5-10 он вызвал бы серьезные аллергические проявления, в том числе в виде анафилактического шока. И принципы доказательной медицины, они постановили бы, что пенициллин в половине случаев неэффективен, еще в 10 случаев он может привести к смерти. Поэтому доказательная медицина, она нужна, потому что это некий такой, такая защита от дурака. Но поверьте, это абсолютно не панацея. Я совершенно согласна с Константином Александровичем, но в плане назначения в неврологии очень много назначается препаратов, не доказанной эффективностью. И я, например, возмущаюсь тогда, когда есть препараты с доказанной эффективностью, которые не назначены. И вот в этом вся проблема. Есть еще такой аспект. На Западе тоже есть понятие нейропротекции, метаболической терапии и все такое. И они пытаются найти там, ищут препараты. Но в этот пул нейропротекторов входят препараты с понятными механизмами на уровне патофизиологии. Например, при черепно-мозговой травме половые гормоны, при сепсисе, ретропоэтин и так далее. У нас же входят в эту группу препараты с непонятным механизмом действия абсолютно. Нам даются такие данные, что вот эти препараты улучшают мозговой кровоток, деятельность клеток и так далее. И мы должны этому верить. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть абсолютно уникальные вещи. Значит, есть такой, ну, я не побоюсь этого слова, великий невролог, профессор Анатолий Николаевич Екондратьев в Санкт-Петербурге. Он абсолютный адепт нейропротекторной терапии, метаболической терапии. И он об этом говорит, там, ну, вот я пришел в медицину, он об этом говорил. Он очень, значит, они очень широко изучали разные препараты, в том числе клофелин и так далее, и так далее. Я его лекции замечательные слышал. Там вот как пришел в специальность в 2000 году, я их слышал. Значит, но, значит, и он там говорил, что вот есть такое образование, там, локус цирролеус, на который действует клофелин, его надо вводить, и как-то все наша общественность там к этому не прислушивалась, и говорила, а как же доказательная медицина. В англоязычном мире в 98-м году появляется препарат Дексамидитамидин. Он на североамериканский рынок выходит с названием Преседекс, который является продвинутой молекулой клофелина. Действует на то же голубоватое место. В России, в Европе эта молекула зарегистрирована была, по-моему, в 2010 году, в России, в 2015-2016 году. И появился просто бум работа, что это отличный препарат, что... Но это на самом деле так. Он там профилактирует развитие делирия, там это лучший седативный препарат, он модулирует боли, все такое. И действительно бум. Но вы простите меня, Анатолий Николаевич об этом говорил начиная с 90-х годов. И ему никто и не верил, и ссылались на принципы доказательной медицины. Поэтому здесь надо очень тонко к этому, ко всему подходить. Если честно, я вот из всех этих препаратов с непонятным действием, я сам их никогда не назначу. Но если ко мне приходит родственник пациента и говорит, вот, доктор, вот моему пациенту плохо, он там, вот там, то есть моему близкому человеку плохо, он там умирает, ну назначите препарата. Если я знаю, что не будет от него побочных эффектов, и если он зарегистрирован на территории Российской Федерации, то, безусловно, я назначу. Как интересно. У меня был, вот я сейчас скажу такую вещь, но вы вообще меня тут закидаете. Так получилось, что мы с коллегами в клинике Бурназиана начали в 2015 году тему ЭКМО, экстракорпоральной мембранной оксигенации. И мы перевели, значит, из одной из клиник, пациента с тяжелой вне больничной пневмонией. Но, к сожалению, чуть-чуть поздно, но неважно. Он у нас на ЭКМО был, ЭКМО – это экстракорпоральная мембранная оксигенация, это искусственная легка. И он у нас был на ЭКМО в течение Е35 суток. Прекрасная семья, жена, двое маленьких детей, второго ребенка, она кормила грудью супруга. Но беда, беда. И вот она в какой-то момент времени приходит и говорит, доктор, вот я вот прочитала, что помогает ей грудное молоко. А вы не можете моему мужу дать грудное молоко. Где написано, что это, в общем-то, помогает? Но людям от этого... Я понимал, что этот пациент не выживет. А потом этой супруге жите всю жизнь. И люди должны понимать, что они для своих близких выполнили все, что возможно. Я говорю, да, конечно, приносит. Как интересно. Елена Вадимовича, а я, знаете, хотела спросить немножко в продолжение темы. У пациентов с БАС в какой-то момент, если я правильно понимаю, наступает необходимость применения аппарата ИВЛ. Насколько правомерен выбор пациента? Может ли он выбирать, использовать аппарат или не использовать его? Может ли он отказаться? И в продолжении этого вопроса, как вы действуете в ситуации, если у пациента есть на этот счет одно мнение, а у его родственников диаметрально противоположное? Ну, это действительно такое решение, сложное в судьбе пациентов, которое, к сожалению, неминуемо, если до этого никаких критических событий с ним не произойдет, неминуемо вопрос перед ними встанет об искусственном продлении жизни, включении аппарата ИВЛ или не включении. И здесь, безусловно, вопрос этот вот на пороге реанимации решить очень сложно. И мы с этим сталкивались не раз. И здесь возникает действительно много конфликтов, и решения самого пациента и родственников, они часто расходятся, если принимать их в критической ситуации, когда уже счет идет на минуты, и нужно думать о том, что делать. Но если эти вопросы начинать обсуждать заранее, что крайне важно в таких ситуациях, когда решение прогнозируемо будет актуальным в судьбе пациента, не только баз касается, допустим, онкологических заболеваний, то есть медленно текущих, прогрессивающих заболеваний. Если доктор знает, что тот или иной вопрос встанет рано или поздно перед пациентом, то этот вопрос лучше начать обсуждать заранее. И опять же, действительно будет, если этого пациента наблюдает несколько людей, это будет хорошо, если разные члены этой команды, как уже говорилось, каждый там на своем языке поговорят об этом. и родственники пациента будут иметь время на то, чтобы подумать, принять решение, возможно, его сменить впоследствии. И здесь ключевым моментом является, во-первых, разговор об этих решениях, во-вторых, этот разговор надо начинать как можно раньше, в-третьих, не бояться начать этот разговор, потому что на самом деле пациенты прекрасно понимают, что если потихоньку они слабеют, потихоньку им станут дышать сложнее, у них неизбежен этот вопрос о том, что будет дальше, он встает. И его нельзя просто... Ну, если вы молчите об этом, то создается ситуация, которую там некоторые называют ситуацией «слона в комнате», которую все пытаются обойти, но на самом деле это центральный вопрос для всех, и для пациентов, и для России. Поэтому когда вы так или иначе инициируете это обсуждение, то для всех происходит определенное облегчение. То есть и родственники вам благодарны, что вы наконец-то об этом заговорили как-то, потому что самим часто родственники к нам обращаются с тем, чтобы помочь им поговорить, потому что они не знают, как правильно, они никогда с этим в жизни не сталкивались. Да, есть еще ряд таких проблемных вопросов в отношении медико-гинетического тестирования. Например, есть в неврологии ряд аутосомно-доминантных, то есть заболеваний, которые передаются из поколения к поколению, например, хорея генсингтона, как одно из таких тоже тяжелых заболеваний, которые сопровождаются достаточно тяжелой психиатрической картиной, расстройствами движений. И там очень много этических вопросов стоит в отношении медико-гинетического тестирования. Я знаю, что такое тестирование не проводится до достижения 18 лет. Наши коллеги из Института неврологии Сергея Анатольевича Клюшников давно, очень много лет этой проблемой занимаются. И действительно, заболевание может передаваться 50 на 50, и родственники могут узнать, заболеют они или не заболеют. И не все готовы это воспринять, не все готовы это понять. Кроме того, есть, например, иногда родители могут настаивать на том, чтобы провести тестирование генетическое ребенка. Но, насколько я знаю, в нашей стране, по-моему, это запрещено. И только до достижения ребенка 18 лет, когда он способен сам принять это решение и способен как-то на это реагировать. Какое есть обоснование? Если мы тестируем эмбрион, например? Ну, здесь при болезни хоригентингтона тоже возникают, то есть есть тоже пренатальная диагностика. Надо сказать, что если мы опять же берем хоригентингтона, и вообще сейчас ряд заболеваний, например, спинально-мышечной атрофии, появляются новые препараты. Поэтому, возможно, вообще при болезни хоригентингтона считается, что в ближайшие, может, десятилетия появятся препараты. Поэтому здесь уже, наверное, это более радужные прогнозы в последние годы. Хотя раньше, в общем, это достаточно тяжелый вопрос. Сергей Анатольевич тоже рассказывал о том, что разная позиция в нашей стране и за границей. То есть наши люди не всегда хотят знать свой прогноз. А на Западе ситуация несколько другая. Но я не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось в этом отношении. То есть какие-то, если, может быть, есть исследования, не могу ответить на этот вопрос. Ну, тестирование – это сложный вопрос. Здесь люди по-разному к этому относятся. Но считается, что детей здоровых, клинически здоровых детей нельзя тестировать, потому что мы таким образом, зная, что у них мутация, можем ущемить их в правах. А эмбрионы считается тестировать можно, потому что это клетки, которые не обладают там собственной… Правами. Правами, да. И некой волей. Но, например, там, как мне рассказывали тоже люди, которые занимаются кредитом Генсингтона, они говорят, что есть на Западе, да, такие прям, какой-то, мол, не то же движение, но, во всяком случае, такое довольно распространенное мнение, что, может быть, пренатальная диагностика тоже… Ну, они говорят, если бы была пренатальная диагностика, то мы бы не появились на свет. То есть те люди, которые болеют или заболеют, они считают ценность того, определенной ценность существует в том, что, ну, такая, как бы, которую сложно оспорить, в том, что вот они живы, они мыслят, да, существуют. И, в общем, ну, с такими аргументами достаточно сложно спорить. Сложно спорить, да. Ну, вот, Лео Вадимович говорил, что ни в коем случае нельзя лишать пациентов надежды, но в то же время ведь бывают ситуации, когда вы смотрите на пациента и совершенно однозначно можете сказать, что, в общем, надежды здесь нет. И если говорить, например, о пациентах в вегетативном состоянии, о пациентах с смертью мозга, как вы коммуницируете с родственниками дальше? Как строится вот это общение? Да, я понял. Спасибо за вопрос. Значит, вегетативное состояние, состояние минимального, сознания и смерти мозга – это абсолютно разные вещи. Когда у человека смертью мозга, то здесь, ну, здесь все, здесь все однозначно, и лично я не даю никаких ровно надежд. Но это та ситуация, которую нужно подтвердить. Есть определенный протокол, апноэ-тест, разъединительный тест и так далее, и так далее. И эти все шаги нужно пройти. Если у пациента глубокая кома, и я вижу, что, скорее всего, здесь головной мозг уже умер, но тест не прошли, и я никогда не буду лишить надежды. Только в том случае, когда очень часто люди обращаются и по телефону, и по каким-то контактам, и я, проработав медицинскую документацию, пообщавшись по телефону с коллегами, я просто предпочитаю, как бы, не входить в эту ситуацию. Если пациент находится в моей клинике, и если я вижу, что это глубокая кома, но протокол не пройден, я всегда буду оставлять какую-то надежду. Если протокол пройден, здесь вообще, по-хорошему, надо понимать, что если мы вошли в протокол диагностики смерти, головного мозга, то за этим действием должно последовать другое действие. И человек должен быть незамедлительно отключен от аппарата ИВЛ. Потому что по всем канонам смерть головного мозга, она приравнивается к биологической смерти. И если мы провели протокол, установили диагноз смерти и продолжаем какие-либо манипуляции, то, по сути дела, наши действия подпадают под статью Уголовного кодекса «Оглумление над телом». Поэтому, когда команда врачей берет на себя ответственность вхождения в протокол, то дальше за этим либо прекращается лечение, вне зависимости от позиции семьи, либо человек идет в донорство и тоже прекращается лечение. То есть это такая вещь. А что касается вегетативного статуса и состояния минимального сознания, то это я как бы и молодых врачей и ординаторов я говорю абсолютно четко, следующую логическую цепочку, что жизнь человека – это высшая ценность, и то, что мы сейчас видим – это форма жизни, и к нему надо относиться со всем уважением. И самое главное, что семья пациентов в таком состоянии… Ведь описаны ситуации в литературе, когда пациенты в вегетативном статусе живут по несколько десятков лет. И что потом? Ну, потом смерть. Но мы тоже не знаем, сколько мы проживем. Несколько десятков лет. То есть до 40 лет описана жизнь. А еще есть описание, когда спустя 2-3 десятка лет пациенты выходили на сознание. Такое тоже есть. И поэтому здесь это даже не обсуждается, по крайней мере для меня, это форма жизни. И семья пациентов, они нуждаются в этой жизни. Жизнь отдается Господом Богом, и поэтому это высшая вообще ценность. Понимаете? Поэтому, когда мы видим пациентов… И более того, если мы будем говорить про вегетативный статус, это одна из моих любимых таких тем и с точки зрения этики. Я, когда был заведующим, я всячески, даже иногда эмоционально реагировал на то, то, когда кто-то там пытается прилепить герлык вегетативного статуса. Почему? Потому что то общение в команде слышат медсестры. А медсестры – это те люди, на плечи которых лежит уход за пациентом. И если пациент, грубо говоря, в сленге вегетатик, то зачем лишний раз к нему подходить, повернуть, посанировать и все такое. Поэтому я, стоя на… Будучи, находясь на позиции пациента, я всегда чуть-чуть повышал уровень сознания. И если я вижу, что действительно пациент в вегетативном статусе, я говорил, да нет, подождите, здесь может быть состояние минимального сознания. Вот, поэтому, ну, как-то так. Вот, я вас слушаю и думаю о том, как сложно врачу-неврологу, мне кажется, это относится к любым направлениям неврологии, не только к нейрореанимации, как сложно оставаться вне эмоционального выгорания. Ты все время имеешь дело с… Болью человека. С болью человека, с одной стороны, и с этическими дилеммами, с другой стороны. То есть ты все время внутри себя вынужден принимать этические решения. На мой взгляд, единственная возможность не выгореть врачу, это заниматься наукой. Это единственный путь, который позволяет абсолютно 100% не выгореть и доктору. Интересно. Илья Вадимович, ваши инструменты? Что бы предотвратить эмоциональное выгорание? Совет коллегам? Ну, это сложно. На самом деле у меня передо мной тоже такая проблема стоит. И я… Ну, надо разнообразить свою работу. То есть работать только с тяжелыми пациентами, с тяжелыми диагнозами, это… Ну, мне кажется, просто невозможно для меня, например. Поэтому я в свое время таки свой выбор там в плане карьеры сделал в пользу… Ну, выбора более разнообразных таких, так скажем, пациентов и более разнообразной работы. Ну, а второе, что мне кажется, важно все-таки понимать, это как-то не сразу приходит, но… В целом, ну, врачи привыкли… То есть они хотят побеждать, условно говоря. И они часто считают поражением неким. Вот если я не могу там дать таблетку, которая там вылечит этого человека, то я проиграл, то… И вот это давит все сильнее и сильнее. То есть если ты… У тебя нет вот среди твоего инструментария, которым тебя научили, какой-то вот такой выигрышного хода, то это тебя придавливает каждый раз все сильнее и сильнее. Поэтому здесь, ну вот… Во-первых, больше болезней они дают больше инструментария. Во-вторых, просто расширение кругозора и активная работа со смежными специалистами, она дает часто некие инструменты, те дополнительные в том, чтобы помочь человеку. Допустим, мы работаем там с специалистами по адаптивной коммуникации, например, ну такие там на западе распространены, у нас мало. И мы вот помогаем людям, которые обездвижены общаться. Если вы дали такую возможность человеку, это не таблетка, это не что-то такое привычное. Это какой-то вид помощи. Но это помощь, которая облегчает жизнь семье, человеку, и мы видим отклик, и становится легче. Это помогает тоже не выгореть. То есть смежные специалисты, они часто дают новый взгляд на вещи, и сами пациенты часто тоже, если к ним прислушиваться, и понимать, какие у них действительно есть потребности, кроме потребности совершенно естественно излечиться и стать здоровым. Есть много других потребностей, с которыми на самом деле, если как бы задаться этой целью, можно помочь. Если ты не можешь избавить человека от тремора, но ты можешь дать ему, допустим, ложку, с помощью которой он сможет есть. То есть, ну, вроде бы, казалось бы, такая вещь, но тебе от этого ему легче и вы улыбать друг другу. И это способствует предотвращению. Да, мне кажется. Ну и плюс есть абсолютно такой профессиональный совет от психолога. Это Балинтовские группы. Мы в своем фонде, допустим, довольно долгое время их использовали. Вот. Но это людям помогало. Я в них как... Начальникам там нельзя участвовать, поэтому я на них не ходил. Но давайте прокомментируем, что Балинтовские группы – это группы взаимопомощи, когда врачи могут собираться и обсуждать актуальные для них аспекты ведения пациентов. Причем это не консилиуму, а именно, ну, скорее, психологические аспекты. Поговорить о себе. Можно спокойно сказать, что ты сделал что-то не так, ошибся. Ну, то есть, вот это напряжение... Да, мы даже не затрагивали аспект обсуждения ошибок. Да, да. Такая табуированная тема. Вот, поэтому, да, есть такой абсолютно эффективный механизм. Здорово. Спасибо. Екатерина Витальевна, совет коллегам, как предотвращать эмоциональное выгорание? Мы тоже активно пытаемся взаимодействовать с коллегами. Моя любовь вообще ко всяким альтернативным методам реабилитации, как музыкотерапия, танцотерапия для, например, наших пациентов с паркинсонизмом тоже, мне кажется, это какая-то тоже возможность немножко эмоционально помочь этим пациентам. Ну, для меня выгорание, наверное, общение с коллегами, которые горят, горят своей работой, своей профессией. И, наверное, это как бы учит меня и предотвращает выгорание. Помогает. Да. Спасибо. Сергей Владимирович. Ну, наверное, это смена все-таки видов деятельности, как бы, да, потому что… С медицины на… Например, лечебной деятельности, например, образовательную. То есть у нас много достаточно образовательных проектов и как для пациентов, так и для врачей. Поэтому это помогает. Переключение совершенно, по сути дела, на другой контингент, как бы, да, тут пациенты, там врачи. И, ну, в принципе, проблема, наверное, мне кажется, вот в спектре тех диагнозов, с которыми я работаю, чуть меньше, потому что в целом это доброкачественные заболевания, которые в основном меняют качество жизни пациента, ухудшают его. Мы стараемся, да, их, как бы… Здесь вопрос не идет, как бы, да, о смертельных заболеваниях чаще всего. Вот поэтому, возможно, эта проблема стоит не так остро. Но мне кажется, что именно смена видов деятельности, по-моему, даже это есть в рекомендациях по противодействию выгорания, как раз это одна из ключевых, одна из ключевых, как бы, да, рекомендаций. Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю всех экспертов, кто пришел сегодня и участвовал в непростом разговоре. Большое спасибо вам, коллеги, за то, что слушали нас сегодня, участвовали в круглом столе по коммуникации в неврологии. Мы обсудили много разных аспектов. Спасибо большое экспертам, которые пришли и высказались. Желаем вам всяческих успехов в работе, в жизни и никакого выгорания.